сегодня мы приготовим курицу на бутылке сейчас это блюдо готовят редко связи с отсутствием бутылок но поверьте она получается очень быстро очень вкусно и вообще без особых лишних хлопот курицу надо сначала натереть специями любыми какими вы считаете нужным у меня есть вот молотые специи смесь перчиков лаврового листа я обычно использую эту смесь для колбас могу написать в описании к видео но вы используете специи по своему усмотрению ну или те которыми вы допустим пользуетесь все время берем бутылку из под сока стеклянную любую раньше было очень удобно раньше были пол литровые эти бутылки из-под молока из-под кефира из-под сливок у нас к сожалению эта бутылка лопнула была очень ценная вещь такая но мы вышли из положения тем что вот взяли вот такую просто стеклянную бутылку из под сока сейчас бутылок таких больше можно подыскать нужную под размеру это немножко великоватая для нашей духовки но она все равно годится и ведь она же ветеран очка такая зажаренная мы очень часто используем наливаем просто обычной холодной воды бутылку добавляем туда на свое усмотрение горошек черный шариков там штук 10 также душистого горошка а там все что вы посчитаете нужным лавровый лист вот так где-то и еще обязательно чесночок можно даже не чистить его если вам лень вот пару зубков чеснока а просто так вот разрезаете и бросаете туда но у меня есть чищеный это показала мне есть чищеный чеснок тоже его порезать просто не порезать и разрезать все в эту бутылку бутылка готова теперь ждем пока у нас приготовится курица через 20 минут я покажу что делать дальше время и стекло пока курица мариновалась берем бутылку не только бутылку а еще и кастрюльку или сковородку которую можно было бы поставить в духовку и на дно наливаем тоже воды одно вот налили воду и ставим сюда бутылку все холодное духовку включаем но не доводим ее до как обычно 180 200 градусов а просто включим чтобы она была тепленькая и пока духовка нагревается мы бутылку на курицу одеваем на бутылку вот так уж просто все все курица одета на бутылку можно и поглубже одеть вот видите красавица какая и мы оставим духовку у меня небольшая курочка я думаю 50 минут будет достаточно прямо вот так вместе со сковородкой с водой ни в коем случае бутылку с водой мы не ставим на сухую сковородку потому что температура будет повышаться и бутылка лопнет а курица будет при готовке при такой готовке курица очень хорошо пропитывается паром который будет выходить из бутылки вместе со специями она получится очень мягкая сочная ароматная я говорю приблизительно 50 минут потому что надо будет смотреть главный признак того что курица готова это вот у нее где ножки кожица надуется и там будет такое впечатление как будто бульончик входит сок вот но надо самое главное не передержать курицу потому что если вы передержите она будет просто сухая когда вы посмотрите на нее вам будет казаться что она готова вам лучше будет проткнуть чем-нибудь там вилочкой тоненькой или чем-нибудь в области ножки и посмотреть будет ли оттуда вытекать сок с кровью если будет нормальный сок без крови вытекать значит курица готова еще раз говорю самое главное ее не передержать потому что иначе вы никак ее не попробуйте готова она или не готова тоже только чисто визуально и еще у нее будет замечательный запах такого готового мяса очень вкусный саму бутылку в самой бутылке с этими специями поскольку частично туда будет попадать куриный сок там будет замечательная тоже основа для каких-нибудь соусов и подливок поэтому жидкость из самой бутылки мы не выливаем вы сами смотрите как вы считаете нужно а мы не выливаем потому что я обязательно потом что-нибудь готовлю вот и из этого замечательного пульон чека ставим курочку духовку на 50 минут забыла сказать когда курица стоит в духовке у меня бутылка ну конечно вообще поменьше после другой не было под рукой сбрызгалка из такой можно маленькую бутылку как хотите и периодически поворачивать нужно обязательно посуду сковороду там или что там у вас стоит в духовке в разные стороны и сбрызгивать курицу из опрыскивателя водой обычной для того чтобы у нее кожица не высыхала была очень мягкой такой эластичной и в то же время дополнительный пар будет способствовать скорейшему приготовлению курицы ну вот смотрите какая корочка получилось сейчас я еще отдельно сфотографирую объедение бульончик кстати бульон не только в бутылке очень вкусно ну вот то что накапала в сковороду то есть то что бутылки бульон это что сковороде я буду использовать для дальнейших подливок сейчас фото дня сделаю на этом закончим приятного аппетита и и и и и и и